В условиях домашней типографии, вот в этой небольшой скромной комнате делаются такие великие дела. Понимаете? Это действительно эпохальное событие в плане культуры нашего города. Речь идёт о создании книги Анине Харитоновой. Сподвижник литературного краеведения, заслуженный учитель республики, почётный гражданин, чистый полеобщественник. О ней рассказывается на страницах нового издания. За целый год редакционная коллеги собрала объёмный материал. В книгу вошли воспоминания единомышленников, коллег, научные статьи самой Нины Степановны, фотографии разных лет. Как пробный вариант она напечатана в домашней типографии Валентины Солдатовой. Боковская осень в Чистополе. Набрать текст с рукописи или со старых газетных вырезок занятие трудоёмкое. И вот на своих рабочих местах домашней типографии – Валентина Солдатова и Ревкат Гордеев. Ревкат Горейханович незрячий, но это не мешает ему безошибочно и быстро набирать нужный текст, используя специальные возможности компьютера. Это день и ночь. Я утром просыпалась, я уже думала, что поменять нужно текст с конца, например, на начало или наоборот. Или надо сказать, ага, сегодня буду я Ревкату звонить, пусть он опять придёт. Вроде бы всё уже напечатали, всё уже сделали. Нет, опять появляется какой-то материал, и нужно его сделать. И вот то, что сейчас делает Валентина Георгиевна, и те люди, которых она объединяет вокруг себя, это как раз продолжение идей Нины Степановны по литературному краеведению. И как память о ней, об этом великом учителе, мы, конечно, должны эту книгу издать. Ноутбук, принтер, резак, типографский степлер, бумага, краска – всё то, что необходимо для домашней типографии. Её Валентина Солдатова создала сама. Загорелась идеей изучать программы и печатать книги не только для себя, но и для других авторов Чистополя. Несмотря на то, что на такое увлечение уходит практически вся пенсия, она постоянно изучает всё новое и совершенствует свои навыки. Работу по созданию, редактированию и верстке книги Анини Харитоновой взяла на себя без колебаний. Она нужна городу, она нужна вообще республике, и нужна всем, и ученикам, и школам, и библиотекам. Эта книга нужна. Поэтому здесь, ну как я буду своё время там считать или деньги считать? Всё получилось, всё как нужно. Сейчас, когда уже есть окончательный вариант книги, в Чистополе ведётся работа по сбору средств для её печати в профессиональной типографии. Для этого привлекаются меценаты, единомышленники Нины Степановны, её ученики, коллеги и просто неравнодушные люди. Планируется выпустить в свет около тысячи экземпляров книги. Мы сохраним память о Нине Степановне Харитонове. Да, знаете, она создана нашими Чистопольцами, горожанами. И пусть она и в финансовом плане станет народной книгой. Именно вот народной. Создана для народа и на народные средства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова